Сентябрьская дума всегда отличается насыщенной повесткой. После небольших летних каникул один из первых вопросов, которые обсуждают, корректировка бюджета города. Так произошло и в этом году. Насколько выросли доходы и расходы городской казны? Куда и как предложили перераспределить деньги? И что еще было в центре внимания народных избранников, расскажем в ближайшие 15 минут. Это программа с Думой о городе. Меня зовут Елена Саган. Здравствуйте. Бюджет Сургута увеличат на полтора миллиарда рублей. Часть денег потратят на необходимые нужды и развитие города. А также немного сократят дефицит казны. Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Дополнительные деньги в кубышке города появятся из нескольких источников. На 672 миллиона рублей подрастут сверхплановые доходы. 880 миллионов рублей – средства из бюджета автономного округа. Финансы потратят на ряд объемных и приоритетных расходных статей. Среди них оплата коммунальных услуг, образовательных учреждений, обустройство новой седьмой карты Чернореченского кладбища, компенсация проезда к месту отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений, а также на снос домов, субсидии субъекта малого и среднего предпринимательства и ряд других статей. Что касается 2025 и 2026 года, то здесь изменение параметров бюджета не предполагается, ввиду того, что предлагается внутри расходной части бюджета произвести следующие изменения. Это уменьшить расходы на обслуживание муниципального долга в 2025 году на 296,7 миллионов рублей, на 2026 год на 200,5 миллионов рублей, что стало возможным ввиду того, что мы ожидаем привлечения до конца года значительно меньше, чем было предусмотрено, чем наш долг будет сокращен на последующий период. Эти средства направят на городские пассажирские перевозки. По 200 миллионов рублей запланировано на каждый год. Также в 2025 на подвоз детей к образовательным учреждениям направят 60 миллионов рублей. Потребность закроют в период с января по май и на время работы летних лагерей. После принятия новых параметров бюджета доходы Сургута в 2024 составят почти 43 миллиарда рублей. Расходы превысят 45 миллиардов. Также на Комитете Думы Сургута по бюджету, финансам, налогам и имуществу говорили о перспективной необходимости выделения средств на изъятие недвижимого имущества для строительства второй очереди восточной объездной дороги. Речь идет о магистрали, которая соединит Нефтьюганское шоссе с Нижневартовским и пойдет мимо торгового центра «Фараон» недалеко от развивающегося жилого комплекса «Марьина гора». У нас есть очень интересная история с объездной дорогой, которая у нас строится последние 20 лет. И там с разной периодичностью раз в два года, раз в пять лет выкупают до один участок, до два. Остается еще 58, которые надо руку пить. Нет понимания. То есть мы решаем какую-то задачу и не решаем. По предварительным данным, для того, чтобы появилась возможность построить продолжение Нефтьюганского шоссе, необходимо переоформить около полутора десятков участков. Но не везде требуется финансирование под выкуп. Точнее, станет известно после проведения оценки стоимости земли. При этом постановления об изъятии подписаны. Но это не гарантия того, что средства потратят. Строительство магистрали – довольно дорогое удовольствие. И в этом вопросе власти надеются на софинансирование из окружной казны. Мы сейчас в конце сентября ждем из округа письменное уведомление о межбюджетных трансферах на 2025, 2026 и 2027 год. На устной защите главы города перед губернатором эта дорога, как соединение Нижневартовского шоссе с выездом на Нефтьюганку было одобрено устно. Но письменное подтверждение ждем в конце сентября. Только в случае письменного уведомления, если нам доводят деньги на строительство этой дороги, только тогда, естественно, будет начата процедура выкупа. В Сургуте могут появиться два ритуальных зала. Первый, предусмотренный генеральным планом в 49-м микрорайоне. Локация недалеко от противотуберкулезного диспансера и проектируемого бюро судебно-медицинской экспертизы совместно с патологоанатомическим отделением. Прощальный зал в этом месте логичен, утверждают авторы. Подобный принцип действует и сейчас. Траурные процессии начинаются от СОКО-Б, где есть небольшое ритуальное помещение. По планируемой территории между Тюменским и Югорским трактами изменены правила землепользования и застройки в части границ зон. Земля поставлена на кадастровый учет. В августе с предложением построить ритуальный зал в другом месте, на территории за автосалонами на улице Аэрофлотской, выступил депутат Думы Сургута Андрей Саликов. Это предложение вполне уместно, поскольку территория находится в непосредственной близости к перспективной очереди Сургутского кладбища. И 2 сентября 2024 года состоялось заседание комиссии по подготовке единого документа. И, собственно, это предложение также было принято комиссией, будет обрежено в проекте генерального плана и предложено подтверждением. Депутаты не впервые предлагают построить учреждение именно на Аэрофлотской, недалеко от Чернореченского кладбища. Это логистически проще, поскольку и прощальный зал, и место захоронения находились бы недалеко друг от друга. В то время как из 49-го микрорайона траурным процессиям пришлось бы добираться до 5-го километра через загруженные автодорожные развязки. Мы предварительно, когда этот вопрос вообще поднимали, и изначально там планировалось строительство. Скажите, пожалуйста, вот вы поручили подрядчикам разработать результатов от них еще нет. За автосалонный участок большой, проектной планировки, который заработан на эту территориальную зону, объект не предусмотрен. Но территории там достаточно под размещение. Кроме того, в проектной планировке там предусмотрена парковка для, ну, скажем, рассчитанная на посетителей перспективную территорию под развитие кладбища. То есть там вполне уместно расположение этого объекта. Конкретное расположение объекта будет уточняться через корректировку проектной планировки, уже понимание там пропускной способности, мощности. Электросамокаты буквально ворвались в жизнь сургутян всего несколько лет назад. Изначальная настороженность к этому виду транспорта сменилась живым интересом. Сегодня средства индивидуальной мобильности пользуются все большим интересом у горожан, особенно среди молодежи. О правилах использования, зонах передвижения и вопросах безопасности говорили на заседании постоянного комитета Думы сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. О чем договорились, расскажем далее. Электросамокаты – удобная и доступная альтернатива общественному транспорту. Однако у депутатов сургутской думы несколько вопросов. Небезопасность или отсутствие культуры использования этой техники, невозможность отследить нарушителя, передвижение на таком транспорте несовершеннолетних. На постоянном комитете Думы сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку представитель кикшеринговой компании уверил, что программное обеспечение настолько надежно, что позволяет избежать всего вышеперечисленного. Вы несовершеннолетним до какого возраста считаете? Вообще у нас сервис в рамках ПДД могут пользоваться и несовершеннолетние симами, но у нас сервис предназначен для совершеннолетних, то есть это 18 лет. И все случаи, которые есть, мы отслеживаем помимо полевой команды сотрудников, которые работают, и еще дополнительно вот эти механизмы, которые есть, мы стараемся пресечь эти варианты, но мы, к сожалению, не можем полностью на 100% искоренить эти случаи. Здесь мы надеемся на ответственность все-таки родителей. В этом году оператор электросамокатов внедрил технологию, которая позволяет отсечь детские банковские карты и аккаунты несовершеннолетних. Работают пока с одним из крупнейших финансовых учреждений страны, но пообещали, что вскоре практику распространят. Есть еще одна проблема – передвижение на самокате вдвоем. И здесь на помощь пришел искусственный интеллект – технология анти-тандем. В тестовом режиме нейросеть определяет, что на самокате два человека и снижает скорость вплоть до полной остановки. Порядка 2300 за этот сезон пользователей были заблокированы за грубые нарушения. Только в Сургуте? Да, только в Сургуте. Есть бот ассоциации микромобильности, куда входят все операторы, в том числе ВУЖ, куда может любой гражданин отправить информацию о нарушении. Если это, например, езда вдвоем, несовершеннолетняя, любая информация, куда поступает, она обрабатывается и пользователю применяется соответствующим мерам. Оперативно вычислить нарушителя зачастую удается не сразу. До этого момента с датой совершения проступка могут пройти дни. Сложность во взаимодействии ГИБДД и кикшеринговой компании, от того и статистика привлеченных к административной ответственности сургутян, невысока. Если у нас, например, происходит ДТП, случается, да, соответственно, у нас идет взаимодействие, мы направим запросы в Москву, в центральный аппарат, только после этого уже, да, предоставляется информация, вот тогда опять-то сроки, это все не сразу предоставляется. В этом году у нас было учетное, это у нас пострадавшими ДТП было 2 на текущий день, а привлечено было около 30 нарушителей. Воздействовать на нарушителей могут и другими способами. Рублем в Сургуте определено 50 участков, где можно парковать самокаты. Если участник процессов, кто арендует данное средство, не ставит самокат в отведенное место, ему начисляются штрафные санкции, там порядка 1000 рублей штраф и 7 рублей в минуту, 4 часа самокат. Скажем так, программа не позволяет закончить аренду, еще 4 часа, по 7 рублей в минуту, также начисляются. Сегодня в Сургуте заключено соглашение о сотрудничестве только с одной кикшеринговой компанией. Правда, во время заседания выяснилось, что участки в аренду предоставляются безвозмездно. А с этим вопросом, уверены парламентарии, необходимо разобраться дополнительно. В ближайшем будущем власти намерены сделать так, чтобы электросамокаты появились на интеллектуальной транспортной карте города. Интеграция вашей информационной системы с интеллектуальной транспортной карты города? Да, мы планируем в 25-м году. А, вы только планируете? Нет, мы проводим сейчас консультации, смотрим характеристики нашего программного обеспечения и непрограммного обеспечения коллег. А что нам это даст? Если это будет внедрено, будет видно места парковок, где должны парковаться самокаты и перемещение самокатов в онлайне. Поможет ли это в решении существующих проблем? Вопрос времени. Парламентарии выдвинули несколько предложений. В числе инициатив оснащение СИМ средствами идентификации, а также снижение скорости передвижения электросамокатов до 15 км в час по городу и до 5 км в час в парковых зонах. Главная же мысль в том, чтобы переформатировать сознание жителей, что СИМ – это все же не развлечение, а средство передвижения, следовательно, и пользоваться им нужно строго по назначению. Структуру мэрии ждут изменения. Об этом стало известно в ходе заседания Комитета парламента по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. По предложению главы Сургута упраздняются два департамента – массовых коммуникаций и аналитики, и культуры, и молодежной политики. Вместо них будут созданы три структуры. Это Комитет внутренней политики, Управление информационной политики и Комитет культуры. Штатная численность планируется, останется неизменной. В Комитете культуры будет 19 человек, в Комитете, как предложили информационной политики, будет 19, в Комитете внутренней политики и молодежной политики – 20, в Мештат, не имеется. Депутаты городского парламента в целом согласились с предлагаемыми изменениями, отметив, что структурирование мэри – прерогатива глава Сургута. Были лишь точечные коррективы. Депутаты отметили, что молодежному направлению стоит уделить большее внимание, особенно с учетом того, что подразделение войдет в Комитет внутренней политики, а его руководитель будет отвечать за несколько направлений. Звучали идеи о расширении штатного расписания структуры. Есть даже рекомендации, сколько человек должны курировать молодежную политику в городах с численностью населения от 250 до 600 тысяч человек. Однако это вопрос перспективы. Сейчас же депутаты проголосовали за то, чтобы согласовать проект, но с учетом замечаний. Мне все-таки кажется, и мы с коллегами об этом уже дискутировали, в любом случае исключать наименование молодежной политики нецелесообразно. Поэтому предлагается, но это мое личное предложение, которое нужно обсуждать, комитет назвать, комитет внутренней молодежной политики. Ну или как-то с другими какими-то вариациями, но в любом случае сейчас большое внимание выделяется и у нас, город молодой. Я поддерживаю, что, наверное, и да, и 8 человек маловато для такого города молодого нашего, учитывая подрастающее поколение. А второе, наверное, самостоятельность, самостоятельность, наверное, имела бы больше пользы, потому что внутренняя политика подразумевает все-таки основное, чуть другое направление, которое, могу сказать, что косвенно, но так касается молодежи, но там чуть-чуть другие цели и задачи. Добавлю, что на итоговое 29-е заседание Думы города вынесли 27 вопросов. Так, внесли ряд изменений в стратегию социально-экономического развития Сургута, назначили публичные слушания по внесению изменений в устав города, уточнили перечень земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих формированию для нужд строительства. Следующая парламентская сессия состоится уже в октябре. Программа «Сдумай о городе» подошла к концу. Меня зовут Елена Саган. До встречи в эфире.